Попугай по имени Дрейдл. Случилось это лет десять назад в Нью-Йорке, в Бруклине. Весь день валил снег. К вечеру небо расчистилось, показались звёзды, ударил мороз. Был восьмой день Хануки. У нас на подоконнике стоял серебряный ханукальный подсвечник, в котором горели все восемь свечей. Он отражался в оконном стекле, и казалось, будто снаружи горят ещё восемь свечей. Моя жена Эстер пекла картофельные оладьи. Мы с нашим сыном Давидом сидели за столом и запускали ханукальный волчок Дрейдл. И вдруг Давид крикнул «Гляди, папа!» и показал на окно. Я поднял глаза и не поверил своим глазам. Снаружи на карнизе стояла жёлто-зелёная птица и смотрела на свечи. Я сразу сообразил, что произошло. Попугай улетел от хозяев, полетал на холоде и приземлился у нашего окна. Видно, его привлёк свет. Попугаи – птицы, привычные к тёплому климату, и на морозе долго находиться не могут. Нужно было срочно спасать птицу, пока она не замёрзла. Я убрал с подоконника подсвечник, чтобы попугай не опалил себе перья, открыл окно и, махнув рукой, загнал его внутрь. На это ушло всего несколько секунд. Поначалу перепуганная птица металась от стены к стене, стогнулася от потолок, немного повисела на хрустальной подвеске люстрой. Давид пытался её успокоить. «Птичка, не бойся! Мы твои друзья!» Попугай тут же подлетел к Давиду и сел ему на голову. Похоже, он был дрессированный и к людям привык. Давид запрыгал от радости. Жена с кухни услышала шум и выгнула посмотреть, что происходит. Видела у Давида на голове попугая и спросила, «Откуда здесь птица?» «Мам, она влетела к нам в окно!» «В окно? Посреди зимы? Папа спас ей жизнь!» Птица нас не боялась. Давид поднял руку к колбу, и она уселась ему на палец. Эстер поставила на стол блюдца пшена и миску с водой. Попугай поел, попил. А увидев дрейдл, стал толкать его клювом. «Смотрите, птица играет в дрейдл!» Воскликнул Давид. Вскоре Давид заговорил о том, что попугаю надо купить клетку и дать ему имя. Но мы с женой напомнили ему, что птица не наша и что надо бы отыскать хозяев. Они, наверное, переживают, беспокоятся. Как там их попугай на морозе? «Давайте все-таки назовем его дрейдлом», – сказал Давид. Ночью дрейдл спал на картинной раме, а утром разбудил нас своим пением. Он стоял на раме, перья его сверкали в лучах восходящего солнца, он раскачивался, как на молитве, и одновременно посвистывал, щебетал, разговаривал. Видно, попугай рос в семье, где говорили на идыш, потому что мы услышали, как он сказал «Зелдали гейшлофун», «Зелдали, иди спать». И эти простые слова, произнесенные крохотным созданием, нас умилили. На следующий день я развесил объявления в лифтах во всех соседних домах. В нем говорилось, что мы нашли попугая, разговаривающего на идыш. Прошло несколько дней, никто не позвонил, и я разместил объявление в газете, для которой в то время писал статьи. Но прошла неделя, а попугая у нас никто так и не затребовал. Только тогда дрейдл окончательно стал нашим. Мы купили большую клетку с кормушкой, жердочками и игрушками. А поскольку Хануха – праздник свободы, мы решили никогда клетку не запирать. Он мог летать по дому сколько пожелает. Продавец в зоомагазине сказал нам, что это самец. Так мы и узнали, что это он. Прошло девять лет, и все это время дрейдл так и жил с нами. Мы очень к нему привязались. У нас в доме он выучил десятки слов на идыш, английском и в рите. Давид научил его ханукальной песне, и в его клетке всегда лежал деревянный дрейдл. Когда я печатал на машинке на идыш, дрейдл садился то на мой левый указательный палец, то на правый, и при каждом ударе по клавише ловко подпрыгивал. Эстер часто шутила, что дрейдл помогает мне писать, и ему полагается половина моих гонораров. Наш сын Давид вырос и поступил в университет. Как-то зимой он пошел на ханукальную вечеринку. Он предупредил, что придет поздно, и мы с женой рано легли спать. Только мы заснули, как раздался телефонный звонок. Звонил Давид. Обычно он был юношей спокойным, равновешенным, но на этот раз говорил так взволнованно, что мы едва понимали, о чем речь. Оказалось, что на вечеринке Давид рассказал про нашего попугая, и девушка, которую звали Зелда Роза, воскликнула, «Так я и есть, Зелда ли! Наш попугай улетел девять лет назад!» Зелда с родителями жила недалеко от нас, но они не видели объявлений ни в газете, ни в лифтах. Она стала студенткой, и они с Давидом подружились. Прежде Зелда никогда не бывала у нас в доме. Но наш сын часто рассказывал о ней маме. Той ночью мы толком не спали. На следующий день Зелда с родителями пришли посмотреть на попугая, которого потеряли столько лет назад. Зелда была девушка красивая и одаренная. Давид часто ходил с ней в театры, музеи. Про Зелда тоже узнали своего попугая, да и он, похоже, их узнал. Они звали его Цып-Цып. И как только он услышал это «Цып-Цып», тут же начал летать от одного члена семьи к другому, вещал, хлопал крыльями. Увидев своего любимца живым и здоровым, Зелда и ее мама расплакались. Отец молча смотрел на попугая, а потом сказал, мы нашего Цып-Цыпа всегда помнили. Я был готов вернуть попугая законным хозяевам, но Эстер с Давидом сказали, что ни за что не расстанутся с Дрейдлом. Да и в этом не было нужды, потому что в тот же день Давид и Зелда решили пожениться, как только закончат университет. Поэтому Дрейдл до сих пор с нами. Он с удовольствием вспоминает новые слова и учится новым играм. Когда Давид с Зелдой поженятся, они заберут Дрейдл в свой дом. Зелда часто говорит, нас засватал Дрейдл. На Хануку он всегда получает подарок – зеркальце, лестницу, ванночку, качели, колокольчик. А еще он полюбил картофельные оладьи, как и положено попугаю, которого зовут Дрейдл. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Симон»